Где я? Что это за место? Кто там? Это кто-то знакомый, надо... Надо не знать, что делать. Блин, он там. Я пришел за тобой. Нет, надо бежать. Это какой-то злодей. Блин, а где он? Что-то не видно. Какая-то дорожка. Так, где он может быть? Но все равно надо бежать. Он может быть где угодно. Я уже рядом. Блин, надо бежать. Где он? Это солнце будет. Это солнце. Не знал, что такое. Может быть. Надо посыпаться. Психиатрическая клиника. Здравствуйте. Я доктор. Я хочу вас допросить. Как вы сюда попали? Ну, мне приснился кошмар. Кошмары всем снятся. Это, в принципе, нормальная вещь. А если чуть-чуть ближе к делу? Там был... Ну, это как его зовут Фредди, который приходит в кошмар. Да, я о нем знаю, но это всего лишь легенда нашего города, не более. О нем многие говорят. Но все равно это не доказано, что он существует. Вообще-то человек, который сгорел много лет назад. Ее, в принципе, никто не должен помнить. Нет, не поэтому. Ну, так. О чем мы? Короче, ну, давайте, скажите мне, пожалуйста, правду. Потому что я знаю, что все пациенты, которые попадают в эту больницу, всегда скрывают что-то от меня, да и от других врачей. Но это правду, я вам говорю. Я попал сюда из-за него. Ладно, допустим, я вам поверил. Но я расскажу, что здесь вкусно кормят, удобные кровати. В принципе, мы будем давать вам каждый день таблетку. А если вы попробуете сбежать, то мы вам вколем успокоительного. Так что давайте, не бушуйте, пожалуйста. А то у нас и так пациенты некоторые так и хотят выбраться на свободу. Ну, вас, мой доктор, ой, то есть мой друг проведет вас в палату. Там вы сможете расположиться. Надеюсь, вы все вещи взяли. Надеюсь, вы со всеми распрощались, потому что вы здесь надолго. Ладно, вы можете идти, вы свободны. Я вас допросил. Просто у меня тоже есть дела. До свидания. Ну-ка, попробуем кровать. Реально удобная. Врач мне не соврал. Надеюсь, и еда тоже будет такой же нормальной. Потому что меня тут на год посадили. За что вообще? Вот ни за что просто. Потому что мне приснилось кошмар. Я начал говорить, что он следит за мной. И в итоге мои родители меня отвели сюда. Эх, как бы хотела я вывернуться домой. О, наконец-то спать. О, я так устал. Где я так? Какая-то пила. Нет, надо бежать. Надо бежать. Там... О, Фредди, о котором шли легенды. Дверь, блин, она закрыта. О, нет. Что же делать? Он здесь, уже рядом. О, боже. О, а-а-а. Ну, попался ты. Получай. О, нет. А, как больно. Нет, моя рука. А, как больно. Нет. Так и все. Надо сражаться. Кто это? Надо сражаться до конца. А-а-а-а. Получай. О-оу. Нет, она застряла. Нет, не надо. Там, по-моему, было еще одно оружие. Теперь у меня есть молоток. О-а-а. Ну, что, Фредди? Я знаю, что я сильный. Зачем ты мне во сне дал столько инструментов? А-а-а. Что ты сделал? Так, спать надо, так, там кто-то орал, но мне как-то пофиг вообще, ну, какие-то сумасшедшие, сплю в психушке, блин, никогда не думал, что буду спать в психушке. Ох, где я, что это за стремное место, какой-то гараж, что, почему я в гараже, ау, тут кто-то есть, блин, похоже я здесь один. Как-то странно, ау, люди, так, вообще не смешно, может это какая-то шутка, может быть это сон, ну, блин, если это сон, то как мне выбраться и сна, как мне проснуться, я никогда не знала этого. О боже, надо бежать, там что-то было, так, стремно, страшно, очень стремно, не хочу, я больше такой сна, походу кошмар. Блин, ну, ладно, пойду еще раз, посмотрю, может что-нибудь найду, может кого-нибудь найду, я не, я, ну, наверное, я один здесь. Все равно стремно, может надо взять огнетушитель, где мне берется, делать тогда, ну, может там что-то будет, ну, ладно, я пойду туда. Хе-хе-хе-хе, я здесь. Что я делал, я был в гараже, что здесь есть эта бумажка, доктор говорил поверить в себя. О, нет, она прокололась, блин, нет, нет, она двигается ко мне, нет, там есть пистолет. Так, да, заряженный, так, кого нет, да, я поверил в себя, здесь появился пистолет, очень здорово, такой вот крутой, что, что, нет, нет, не могу сдержать, нет, нет. Пропали два человека. Это вот Томас и Никита. Были найдены в кроватях. Как будто не закончился кислород. Если найдете, если найдете какие-то улики, сообщите нам и полиции. Найдем, нарушите. Тот, кому все сможет выяснить, 10 тысяч рублей, вознаграждение. Очень это странно, походу тот мальчик, который сюда попал недавно и которому приснилось кошмар, немножко прав в чем-то. Может, не стоит найти Аманду Крюгер и спросить у нее что-нибудь. Победите его, например. Так, наверное, это нужное решение. Это я повешу куда-нибудь. Всем здравствуйте. Сегодня мы поговорим о странном чувстве. Ну, не о чувстве, а вообще что-то странное. Мы поговорим о том, как можно верить в себя, и тогда вы все добьетесь. Посмотрите на эту дырку. Представьте, что, когда вы проезжаете через эту дырку, вы получите все, что захотите. Даже машину, дом, ну, вообще все. Но вы не все способны. Например, вам нужно какое-то знание использовать, чтобы получить это, но вы его не знаете. И, например, вот это знание, которое вы не знаете, и которое нужно, чтобы получить эту вещь. Она затыкает эту дырку и дает вам препятствие. Вы должны пролезть через более маленькую дырку. Но если вы вообще ничего не можете делать, все затыкается. И вы вообще не можете получить это. Просто надо верить в себя. Узнавать больше. Там, учиться. И тогда вы сможете протолкнуть эти палки. Потому что вы будете сильны, сильны в знаниях. И когда вы протолкнете их, вы можете получить то, что хотите. И это будет благодаря вам. Потому что вы этого добились. Надеюсь, вы поняли. Да, Андрей, что вы хотели сказать? О, если ты знаешь это знание, и вот ты уже, как бы, уже перед дыркой, уже хочешь заходить туда, но тебе что-то мешает. То есть ты чувствуешь какой-то дискомфорт. А, ну, может дискомфорт в том, что тебе придется брать в кредит. То есть ты можешь это получить. Но тебе все равно придется делать какие-то вещи, кто-то ты бы не очень хотел делать. Они так же начинают тебя затыкать. Но не до конца. То есть, вот примерно так. Надеюсь, вы все устроили. Это был просто урок философии. Такой небольшой, пятиминутный урок. Так что всем до свидания. Здравствуйте, вы Аманда Крюгер? Да. Тут Фредди опять что-то натворил? Да. Что-то не просто что-то. Что-то в психобольнице. Вы не знаете, как победить его. Может быть, подскажете какие-то советы. Да, его можно пить священной водой. Я думаю, это очень гениально. А, да. Я, наверное, так и сделаю. Поеду сначала в церковь, возьму. А потом поеду на его могилу. Надеюсь, все получится. Я надержу победу над ним. А то он столько уже успел натворить. Хочется, чтобы поскорее это все закончилось. Да, хорошо. Блин. Что такое? Не хотела. Я такого сына. Не волнуйтесь. Ну, ладно. До свидания. Я пойду в сон. И позову всех в свой сон. Потому что я поверю в себя. И мы победимся вместе в Фредди Крюгере. Потому что трое против одного. Нечестно. И мы трое победим его. Ты решил меня обмануть? Нет. 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 Здесь стена. И здесь тоже стена. И здесь тоже стена. Некуда бежать. Нет. Нет. так ну я пришел в этот лес это здесь его могила вот он может кто-то раскопал уйди нечистая сила уйди нечистая сила пусть видимо пусть приехать у тебя уйдет и души я победил его ура надо рассказать о магике него победил надо всем рассказать надо всем рассказать может они даже в настяк напишут круто здорово